Приветствую вас и, верните, вот тот ответ, который я бы хотел дать вам, он в какой-то степени покажется вам несколько странным и, возможно, неожиданным, но, тем не менее, это то, как я чувствую вашу ситуацию, и от этого будет такой, не знаю, понимаете, вот, не знаю, книгу скажет вам практически любой специалист, который уважает вас и уважает себя. Почему? Дело в том, что эта ситуация ценностная, эта ситуация уникальная по своей природе, и было бы странно, особенно, не знаю, вас, рекомендовать вам, например, на эту операцию, вот, или игнорировать ваши страхи, которые, в принципе, вполне обоснованы здесь, с одной стороны, да, они обоснованы, но, с другой стороны, они могут быть, ну, приветом из вашего прошлого, вот, которые, так или иначе, связаны с неудачными отношениями с мужчинами и так далее, вот. Поэтому, мне кажется, что смотреть нужно в первую очередь вам здесь на себя, да, и в первую очередь разбираться нужно стараться именно в себе, а не в мужчине, вот. А для этого, для того, чтобы, ну, опираться на себя, да, вот. Чувствовать лучше себя, вот. На терапии, на психотерапии это не то, что решается вот таким общим, как бы, вопросом, да, это не то, что решается таким общим ответом на вам. Поэтому, ситуация здесь непроста, так как ответственно узнается на ваш вопрос, я не знаю. Не знаю, потому что вариантов может быть здесь бесчисленное множество, и дело в том, что и вы правы, по-своему, безусловно, в этой ситуации, и у мужчины идёт компенсация, да, если вы сейчас будете, например, целиком и полностью ему, например, подыгрывать, да, допустим, ну, допустим, будете ему подыгрывать, вот, это может негативно сказаться на ваших отношениях. Ну, потому что человек, например, не будет вас ценить, допустим, да, вот. Если вы не будете сейчас ему подыгрываться, а будете, там, не знаю, требовать, ну, что-то для себя, да, вот, что это, ну, тоже, возможно, сыграет вам, как бы, ну, не на руку, вот. Поэтому вариантов здесь много. Ошибиться и как-то, как-то вот, ну, поступить ошибочно, вот. Очень легко, поэтому, мне кажется, имеет смысл здесь подробно во всем разобраться, если вам мужчина и, как бы, перспектива не безразлична. Такая вот история. И с того, что я заметил непосредственно вот вас, да, и с того, что я заметил непосредственно в вашем контексте, я бы сказал, что это интеллектуализация излишняя, как мне показалось, то есть это вот слишком такая ярко выраженная тенденция к тому, чтобы стараться все объяснить, вот, и, как мне кажется, меньше вы в этом контексте чувствуете, меньше в этом контексте себя ощущаете, вот, что, ну, выли-невыли приводит к тому, что появляется некоторая, некоторая такая искусственность в отношениях, а вот это, естественно, само собой, выводить по-другому практически не бывает, не бывает, вот, к сожалению, не бывает. Вот, ну, тут уже вам решат. Вот, сейчас бы, вот, обратил внимание на то, что вы, вот, такое ощущение, да, что боитесь близости, вот такой, ну, такой, настоящий, да, эмоциональный, вот, как будто бы боитесь открываться. Ну, если вы действительно боитесь открываться, боитесь довериться, то, нет ничего удивительного в том, что мужчина ведёт себя, да, так вот так, там, там, он чувствует, что вы, ну, что вы, если быть напряжены, и, соответственно, воспринимает это как угроза. Вот, вот. Ага. Такой вот момент. Так, эээ, подскажите, как ориентироваться, и, соответственно, опереться в такую ситуацию, на то, что вы чувствуете, на то, что вы чувствуете, можно опереться на то, чтобы говорить с мужчиной о том, что вы чувствуете, делиться с ним этим и смотреть на обратный способ. Так, эээ, сейчас сильно ощущается, чтобы отыгрываться, прикол другой стороны, некомфортно. Ну, вот об этом надо говорить, о том, что вам никогда не комфортно. Ээ, как раз обратно, собственно, страхом и действовать в инструкцию на направлении. Ну, сначала, ну, не боятся, чего вы боитесь, а вот, а потом, я не знаю, что, потому что вы-то пишете, про то, чего боится он, но не пишете про то, чего вы боитесь вы. Вот, вы говорите о том, что вас беспокоит, и, в принципе, это, то, что вас беспокоит, это, ну, как бы, вполне адекватно. Вот, то есть, я не могу рассказать, что, ну, что, допустите, вы беспокоитесь, вы, как мне кажется, правильно делаете, что беспокоитесь, вот, потому что, ну, это действительно вас, ну, волнует, вот, то, что, ну, то, что происходит, это действительно вас волнует, вас волнует. Мне кажется, это нормально, но другое дело, что вы делаете, что вы делаете с этим страхом, да, другое дело, как вы с ним обращаетесь, как вы обращаетесь со своим страхом, вот, это, вот, совсем другое дело, знаете. Ну, вот, если вы не умеете обращаться со своим страхом, ну, знаете, ну, так вот, как раз, ситуация будет развиваться, что называется, по очень, такому, негативному сценарию, вот, если вы не умеете обращаться со своим страхом, вот. Мне кажется, что не умеете, потому что, суть по всему, вы о них даже не говорите, вот, значит, какая штука. Сейчас мне кажется, что вы боитесь того, что в отношении ваши интересы будут, ну, типа, не замечаться, не будут замечаться, вот. И если вы себя сдерживаете, когда речь идет о том, чтобы говорить о том, что вас волнует, да, если вы себя сдерживаете, вот, ну, я бы сказал, что ваши страхи они, пал 650 номерами, вот. К сожалению, ну к сожалению, повторюсь, потому что вы действительно можете как-то вот оказаться неудовлетворенным здесь. Но вы действительно можете оказаться неудовлетворенным тем, что происходит. Это вот то, что я могу вам в принципе сказать с точки зрения психологии. Вот с точки зрения психотерапии. А как дальше вы будете действовать, как дальше вы будете двигаться? Да. Да, это на мой взгляд уже целиком и полностью зависит от вас. Я думаю так можно ответить вам на вопрос. Такая вот история в принципе. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что у вас будет некоторая такая обратная связь, вот. Которая вы захотите поделиться. И так, в общем и целом, послушать началом психотерапии. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Подписывайтесь на канал. В общем, я только покаrasше с неуд education давай. Рекомат Bad contr caretさん. Поехали. Я опять.